Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами новинки на осень. Что-то я уже успела попробовать, что-то еще нет, будем вместе распаковывать. И также в конце видео будет обалденный конкурс, я вам это обещаю. Все, что мне присылают как блогеры у меня есть благодаря вам, поэтому я с удовольствием с вами делюсь. Не буду затягивать, поехали! Первое, что у меня красуется на фоне, это буквально горячая новинка. Я получила эти туши вчера. Это рассылка от марки Stellar. Они такие дикие, заключенные за решетку. Да, линейка называется Wild. Здесь три объемных туши и одна удлиняющая. Также три из них с силиконовой щеточкой и одна с классической. Я сегодня воспользовалась двумя. Сейчас вам их покажу. Вот такие у нас красоточки. Я сегодня пользовалась удлиняющей для верхних ресниц с такой более классической, наверное, силиконовой щеточкой. И хочу вам сказать, что она очень хорошо разделяет. Она реснички вытягивает, она их фиксирует. Также мне понравилась формула туши, потому что она и не слишком густая, такая сухая, и не слишком кремовая. Очень классно обволакивает все реснички, приподнимает их. И насколько они долго послужат, это мы еще проверим. Но что касается объемной туши, вот вы бы меня видели, мое выражение лица, когда я открыла эту тушь, потому что такой щеточки я еще нигде не встречала. Вот такая пузатенькая с короткой щетиной. И, честно говоря, я думала, что не особо удобно будет прокрашивать, но она отлично справляется даже с нижними ресничками. И пока что я не заметила, чтобы тушь осыпалась. Я успела и погулять с собакой целый час, и походить по дому, и также сижу при ярком освещении. Иногда, когда тушь не самая удачная, она начинает отпечатываться снизу. Пока что ничего такого не наблюдаю, также нет никаких осыпаний, поэтому первое впечатление очень положительное. Ну а дальше я обязательно дам вам знать, как они себя ведут в использовании и сколько служат. Я маленько в шоке от такой большой помады. Это, кстати, уже вторая, которую я получаю от Стеллари. У них очень красивые рассылки. И здесь помады тоже из линейки Wild. Я еле открыла это богатство, и теперь я пребываю еще в большем шоке. И до меня дошло, почему Wild? Потому что, помните, в прошлый раз мы открывали с вами нюдовую коллекцию помад, или прошлой зимой, но как-то так. И у них там очень удачные оттенки, кстати, кремовые текстуры, очень приятные помады. Я неоднократно их упоминала в своих бюджетных находках и разных косметических подборках. И я действительно ими пользуюсь. И сейчас у них вышла коллекция в более таких ярких, смелых, насыщенных оттенках. И также можно найти какие-то классические цвета, типа как красный, бордовый, вот что-то в этом духе. Просто не нюдовые. И мне очень нравится оформление. Кстати, на работе как-то мы проводили исследование, какой цвет и также какая фактура упаковки ассоциируется именно с шиком, с лоском, с богатством. Что касается цвета, то это всегда черный, а если уж вообще высший пилотаж, то это черный матовый. И здесь именно такая упаковка. И вот эта недорогая помада, но все равно за счет упаковки ей даже как-то приятнее пользоваться. И здесь надпись из розового золота. Не знаю, как вы, а я всегда обращаю внимание на такие детали. И вот первый оттенок, который мне захотелось открыть, ой, это как раз попадание в сердце. Посмотрите, какой красивый. Хоть и написано, что это шоколадный цвет номер 110, но для меня это такой чисто осенний, бургундий, коричневый, вот какой-то, знаете, можно просто с ресничками накрасить, и будет уже конфетка. И что-то мне подсказывает, что у нас тоже с этими помадами может возникнуть любовь. Ну, а свои любимые оттенки я думаю, что я озвучу со временем, потому что помад здесь целых 20 штук. Это же красится, не перекрасится. Дальше у нас бренд Сенсейшн. Я как-то 4 года тому назад заказывала их помаду в Украине и также кисточку для бровей. Она до сих пор жива, а помаду я использовала до конца, потому что у них гениальная формула, такой вы не найдете нигде на рынке. И где-то в начале весны я получила от них огромную посылку, и я попробовала многое за это время. И сейчас я готова рассказать о своих фаворитах, которые надолго поселились в моей косметичке. Первая это помада, конечно же, для бровей у меня оттенок Sweet Blonde. И, во-первых, у нее необычная такая более жидкая текстура, со временем она чуть-чуть подзастывает, но все равно ей можно пользоваться просто до самого дна. И также оттенок. Вот такого оттенка для блондинок я не встречала нигде. Он настолько удачный, потому что он оливково-коричневый, но если вы пшеничная блондинка, то вы знаете, что многие помады застывают на бровях и они становятся слишком холодными. Здесь получаются настолько красивые естественные бровки. Сегодня у меня брови оформлены именно этой помадой, и она еще и их фиксирует. То есть она удерживает волоски в нужном направлении. Ее я набираю чуть-чуть, оставляю какие-то излишки на крышечке, и потом только прокрашиваю брови. Также у нее такая пластичная текстура, с которой очень просто работать. И также у них есть более такие популярные оттенки, как taupe, то есть такой серо-холодно-коричневый, и для темненьких девушек. Но для меня Sweet Blonde самый подходящий. Также я прекрасно знакома с их сыворотками, которые тоже у меня закончились. Тогда они еще были в другой упаковке. Сейчас вижу, что она изменилась. Одна из них с гликолиевой кислотой. Здесь 10% гликолиевой кислоты, и ее даже можно использовать в качестве такого легкого пилинга, если вы новичок. Прекрасно осветляет все пятнышки, выравнивает оттенок кожи. И также она как-то особо не вызывала у меня шелушений, поэтому и рабочая мягкая формула, и гиалуроновая для увлажнения кожи. Отменный дуэт, между прочим, вечером используешь кислотную сыворотку, а утром гиалуронку, чтобы больше кожу увлажнить. С этим все понятно. Что же появилось нового, что завоевало мое сердце? Во-первых, это тени. Всем сорокам посвящается, всем, кто любит блестяшки. Это то, что у меня так фантастически красиво сияет на веках. Это очень просто в использовании. Это, опять же, стойка. И цвета это вообще... Если вы любите краситься, если вы любите экспериментировать в макияже, и если вы красите других, вам жизненно необходимо вот такие тени под названием Black Diamond. Я помню, что был карантин, и такое какое-то настроение было странное. Я думаю, сейчас как забабахаю себе смоки. И это было... Ну вот я не знаю, как описать это словами. Это как такой сияющий черный бриллиант по-настоящему. Особенно в искусственном освещении. Если у меня где-то сохранилось это коротенькое видео в моем телефоне, я обязательно вставлю этот макияж. Я бы хотела повторить в ближайшее время. У них такая влажная формула, и они хорошо сами по себе приклеиваются к веку. Это не пигмент, с которым нужно играться. Это вот просто нанесла, оно зафиксировалось, и все. Сразу красиво. Достаточно двух оттенков теней. Один для складки века, второй для затемнения. И все. Даже никакой подложки не нужно под этот цвет. И также у них хорошая насыщенность оттенка. Его не нужно наслаивать. Но также можно добиться такого эффекта фольги. И это, знаете, как такие стальные тени с миллионом светоотражающих частичек. Glimmer Gold. То есть такое классическое, красивое, богатое золото. Вот это можно использовать даже в повседневном макияже, набирая чуть-чуть. И также очень красивый оттенок. Я где-то потеряла коробочку. У меня уже даже отклеилась этикетка сзади. Но я обязательно оставлю вам все нужные ссылки внизу. И полное описание. Этот оттенок у меня самый израсходованный. Такое красивое розовое золото. Это просто, это быстро. И это супер красиво, супер эффектно. Также мне прислали огромное количество подводок. И опять же их цвета это отдельная история. Черный это понятное дело. Но я одну подводку использую абсолютно не по назначению. Цвет называется Basic Beach. Очень красивый такой коричнево, бежево, сероватый. Который я наношу пальчиком в качестве подложки под тени. Или основного оттенка теней на все века. Для повседневного smokey eyes можно прорисовать, например, ресничный край при помощи карандаша. Или добавить какого-то темного оттенка, чтобы затемнить, например, уголок глаза. И все. И это шикарно держится. Это очень просто наносится. И также у этой подводки очень мягкая текстура. Некоторые тени более пластилиновые, чем вот эта подводка. Поэтому, видите, с ними можно играться. И то же самое касается и других оттенков. Я не знаю, когда я успею все попробовать. У меня есть и консилеры, и помады, и кое-какой уход sensation. Но то, что сразу попало в мои рутенки. И даже эти блески не особо презентабельно выглядят. Потому что многие из них использованы больше, чем наполовину. Как, например, вот такой оттенок Infinity Cloud. Очень красивый, пыльно, приглушенно-розовый. Но при этом он хорошо подчеркивает оттенок ваших губ. Также эти блески очень классно смягчают губы. Придают им сияние. Делают их такими сочными, аппетитными. И при этом блеск хорошо держится. И он не липкий. И это мой самый горячо любимый оттенок. Еще то, что у меня сегодня на губах, это блеск Sand Bar. Молочный, вот в стиле Ким Кардашьян. И это оттенок вот с холодненькой такой. То есть он не будет желтеть зубы. И также, если добавить какой-то карандаш, то под Smoky Eyes это восхитительно смотрится на губах. И еще два оттеночка это Private Talk и Pale Pink. У меня есть еще и какой-то яркий, но вот эти четыре это настоящая любовь. Я честно помыла эти кисточки перед сегодняшним видео и потом забыла и снова взяла свою любимку. Это тоже кисти Sensation. Они у меня давно. Если вы пересмотрите многие мои ролики, где я крашусь, то там обязательно есть как минимум вот эта кисть и вот эта кисть. И также некоторые тоже просматриваю. Просматриваю. Значит, это кисти из натурального ворса, которые прекрасно переносят стирку. Они супер мягкие, они очень классно наносят средства. И это мог бы быть шикарный подарок для себя любимой. И на самом деле всеми кисточками я пользуюсь. Вот этой я чаще всего наношу пудру под глаза и на Т-зону. Она как-то хорошо набирает средства, отдает его и при этом не стирает нижний слой. Также кисточка для теней. Это настолько универсальная форма, что я вам не могу передать. Во-первых, она как-то классно набирает тени и при этом она максимально точно переносит их и одновременно растушевывает. То есть я ею прорисовываю и складку века и могу нанести основной цвет и также затемнить уголок и при этом все растушевать раз-раз-раз и готово. Поэтому обожать. Также есть две кисти. Одна из них скорее всего для кремовых текстур. Но я ранее никогда не использовала натуральный ворс для тонального крема, для растушевки, каких-то хайлайтеров. Но я решила попробовать. И вы знаете, наверное, я прозрела. И также этой формой можно добраться и в уголок глаза. И вообще я вам говорила, что я в последнее время как-то больше перешла на кисточки. И самое классное. У меня в этом бархатном мешочке, именно так они продаются, у меня тоже есть такой. Очень удобно брать потом куда-то с собой. В общем, это новые кисточки. И они также отправляются в подарок для вас. Все условия участия я оставлю внизу в инфобоксе. Это только часть подарка. Я добавлю больше всего, поэтому обязательно участвуйте. Я с огромной радостью отправлю подарок за свой счет в любую точку земного шара. И их абсолютные новинки. Вообще-то я собиралась рассказать о вот этой зеленой. У них сейчас вышли тоники. Я проверила цену на официальном сайте. И меня она очень порадовала. Потому что, во-первых, у них минимальный расход. На очень-очень долго хватит. И здесь классные составы. Я сейчас решила пройтись по многим эссенциям, тоникам. И я думала, что вот этот балансирующий, успокаивающий, улажняющий станет моим самым любимым. Я наношу их после обычного какого-то умывания, перед всеми сыворотками и кремами. Здесь у нас и сок алоэвера, и молочная кислота смягчающая. То есть, это не про отшелушивание. А также всякие растительные экстракты и чайное дерево, которое немножечко подлечивает. Если есть какие-то проблемы, депантенол, ниацинамид и много еще чего полезного. Но я попробовала вот эту. И вы знаете, это для меня и легкое отшелушивание, и подлечивание, и увлажнение. Это у нас гиалуроновая эссенция. Она увлажняет и также улучшает текстуру. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне сейчас нравится, как выглядит моя кожа. Я использую тончайший слой тонального крема. И все хорошо. Значит, здесь гиалуроновая кислота и легкие текстуры, текстуры, кислоты, которые работают над тем, чтобы лицо было мега гладким, чтобы убрать вот эти все загрязнения, какие-то несовершенства. И здесь также очень хорошие восстанавливающие компоненты, то есть два в одном. И очень-очень мягкое средство для всех новичков, для поддержания эффекта, например, после кислотных пилингов. Я очень приятно удивлена. Люблю. Почтальон, как знал, пришел ко мне с посылкой. Это посылка из Белоруссии. Давайте посмотрим. Оу! Это люкс-визаж. Кстати, будет отдельный выпуск о белорусской косметике с большим тестом. Но я думаю, что где-то в октябре. Я надеюсь. И здесь у нас новинки. Айлайнер. Metal Hype. Оу, вау! Это красиво. Если это еще и стойка, друзья. То я буду в восторге. Есть и какой-то ультра-черный лайнер. Кстати, сегодня я тоже использовала подводку от Люкс-визаж. Не помню какую, но я видела, что на нее не очень отзывы, потому что она не суперстойкая. У меня все хорошо держится. Не знаю. Но сама пользуюсь. Оттенки у меня очень интересные. То, что приковывает мой взгляд, это номерок 02. Стальной, с коричневым каким-то подтоном. Ой, кисточка такая, как я люблю. Вот кисточка-кисточка прямо. Мне гораздо удобнее использовать такие подводки. И это не прям полное покрытие. Я вижу, что они подзастывают, и тогда цвет становится более плотным. Вот главное, чтобы они также ложились на века. Очень интересные цвета. 01. Вот золотой, 6 тоже. И оливковый красивый. 01. Это фиолетово-бордовый. Вот такой. Хочется мне накрасить стрелки. Слушайте, сегодня во мне проснулся какой-то стрелочный маньяк. Да, вот первый, самый темный из всех, которые у меня есть. Еще и синий мне положили. Все почему-то хотят, чтобы я красила синие стрелки. О, он тоже насыщенный. То есть, по первым впечатлениям, я сейчас вижу, что синий. Вот этот первый тоже. Самые такие интенсивные. Но это металлические лайнеры. Они никогда по насыщенности не будут такими же, как классические цветные матовые. Спасибо. Я, честно, не знаю, что. Здесь мне просто написали, что придет новая рассылка. И у нас какая-то тушь для ресниц. Верный супер объем в такой огненной упаковке. Вау-вау-вау. Тоже смотрится Luxury. И силиконовая щеточка. Спасибо. Я очень люблю туши Luxe Visage XXL. Где там этот, блин, объектив, чтобы не промазать? Вот такая щеточка. И она чуть более жидкая, эта тушь, чем, например, Stellar. Но вообще мне нравится всегда именно формула туши Luxe Visage. И они мне служат полтора месяца. И у меня то же самое происходит со многими тушами. Спасибо огромное. Бренд Nars. И это я покупала сама. Потому что я думала, что это лимитка. А сейчас я не уверена, что это такое. На самом деле это не тон. Это то, что я иногда добавляю или в тональные кремы, которые я наношу, или же в качестве базы. Или летом я также наносила вместо всего, когда мне хотелось супер сияющей кожи, но при этом, чтобы не было видно, что я, в принципе, чем-то накрашена. Это тонирующее, такое немножечко даже гелеобразное средство. То есть это не жирный крем. Это вот нечто такое гибридное, можно сказать. И здесь миллиард светоотражающих частичек. Ближе всего ему к средству от Charlotte Tilbury. Но вот эта штука от Nars, она как бы застывает. То есть она все же отличается. Я не могу сказать, что это то же самое. И она дает очень сильное свечение. И когда есть какие-то несовершенства на лице, то я его убираю. Потому что, наоборот, всякие сияющие штуки это подчеркивают. Это улучшайзинг кожи. При этом тонального средства на лице не видно. И это очень красиво выглядит на лице. Тогда, когда оно в хорошем состоянии. И даже в какие-то сатиновые тона, если немножко этого добавить, то сразу получается такой какой-то эффект фотошопа. Вот это свечение, это как здоровый пинок кожи. Знаете, как-то более естественно это все выглядит. Я довольно покупала в нашей Sephora. И вроде как до сих пор это продается у меня в оттенке Medium. Nars нас, конечно, балует. Если вы сделаете скромную упаковку, то я думаю, что многие уже просто обидятся. Это всегда дичайший восторг. Именно в эстетическом плане. И также очень часто у них какие-то, ну, такие необычные формулы. И всегда вот эти палетки, они чем-то отличаются от обычного стандартного ассортимента. Эта палетка, я сначала думала, что я смогу ее использовать только тогда, когда у меня будет самый светлый оттенок кожи. Но на самом деле можно наносить даже на чуть более загорелое лицо. Оттенки румян, хоть и смотрятся такими светлыми, они красиво проявляются на коже. Особенно вот этот. Довольно темный. Но его можно смешивать со светло-розовым. И тоже получается красиво. Что же касается вот этих кремовых текстур. Вы знаете, я не хочу сейчас их продавливать. Но по расходу видно, что я так хорошо ими попользовалась. Они без единой частицы. То есть это как нечто такое запеченное, как желе какое-то. Что-то в этом духе. И иногда я прям беру спонж и так, тык-тык-тык, и наношу. Вот этот оттенок, это просто как такие сияющие румяна. Просто не просто попробуй такие найти. Вот этот более загорелый и классический ванильный, к которому, наверное, привыкло большинство. Иногда я их смешиваю. И также эти текстуры, они вообще не жирные. То есть можно наносить и поверх тона, и под тон, и в качестве какой-то базы. В общем, я играла с ними по-разному. В общем, всем любителям косметики, всем визажистам. Вот эта лимитка Нарс тоже очень-очень необычная. И я думаю, что в ближайшее время мы чего-то такого у них не увидим. Они каждый раз выпускают что-то новое. А вот когда я увидела вот эту палетку, она, конечно, тоже такая залипательная. Я сегодня, если я не знаю, какие-то словечки такие нетипичные для меня выдаю. В общем, когда я ее открыла, я сразу подумала, о, класс, у меня такая есть. Я ее разыграю. И вы знаете, потом я достала ту, которую я использую еще, наверное, с зимних праздников, да? Насколько я помню. И я сравнила. Нет, они все-таки отличаются. Вот эта новая, она с огненными оттенками. То есть здесь добавлены такие более рыжие. Но присутствуют трендовый оранжевый и очень красивые базовые цвета. Эту палетку я все-таки разыграю, потому что я уже так настроилась. И мне жалко, чтобы это добро пропадало. Скажу вам честно, я просто завидую, что у вас будет вот такой оттенок. Он очень-очень красивый. Вот эти такие мягкие, прессованные, шиммерные, они тоже невероятно блестят. Эта палетка у вас тоже не будет лежать без дела, потому что есть и носибельные оттенки на каждый день, и что-то более трендовое, чтобы поиграться, сделать такой какой-то интересный акцентик. Еще в этой коллекции есть вот такие бальзамы для губ. Я люблю средства для губ от Nars. Вот если вы никогда их не пробовали, обязательно сделайте это, потому что у них и жидкие матовые помады, другие по своей формуле, чем у остальных. И также очень-очень интересные оттенки, которые, опять же, не повторяются в других брендах. Давайте я попробую какие-то Dolce Vita. Это очень-очень симпатичные. Они такие полупрозрачные, увлажняющие и придающие легкий оттенок губам. Самый насыщенный из них это Wicked Ways. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь, потому что он вот таким черным на губах не будет, а может оказаться очень даже интересненьким. И давайте я разыграю Dolce Vita. А Fast Lane мы с вами сейчас попробуем нанести, потому что это такой холодный розовый. Ну да, так как я вам говорила, это всего лишь легкий оттенок, просто такая защита губ, увлажнение, восстановление. Я скажу вам честно, что такие средства у меня улетают гораздо быстрее, или вот блески, например. Я думаю, что по моим пустым баночкам это заметно, а вот чтобы использовать цветную помаду, это нужно сильно постараться. Поэтому это у меня сразу отправляется или сюда на комод, или в какую-то сумочку, машину, потому что это просто быстро и всегда с пользой для губ. И что-то мне подсказывает, что здесь у нас помады в ярких оттенках. Я иногда люблю накрасти ресницы и добавить вот такую алую помаду. Вот так, ух, интересно смотрится, с такой перчинкой прям. Ну-ка, ну-ка. О, такого дизайна я нигде не встречала. Вот скажите, я видела, что девчонкам тоже присылали. Ого, это такой колпачок. И помада тоже по своей форме необычная. Ух ты, мне кажется, что мне специально даже подобрали такой кораллово-рябиново-коричневый, такой более выразительный цвет. Второй у нас в номере 206. Ух ты, это опять для меня не к яркому макияжу глаз. И помада сама по себе очень-очень мягкая. И для меня это, знаете, цвет тоже с неярким макияжем глаз в качестве такого стильного акцента. Но, конечно, с дизайном заморочились. Это очень интересно, это очень эффектно. Я думаю, что на стенде в большом количестве эти помады вообще так и манят к себе. Что это такое? Что это такое? Ларош Пазе прислали мне несколько посылок. И я искренне благодарна каждому бренду, кто обратил на меня внимание, кто решил, что я достойна всех этих подарков. Потому что блогеров сейчас очень-очень много. И когда бренд хочет узнать твое искреннее мнение, это вдвойне приятно. Я не всем успеваю пользоваться и не всем сразу. Я надеюсь на понимание. Но, тем не менее, я всегда стараюсь по максимуму что-то рассказать, поделиться своими впечатлениями. И, как я люблю говорить, к счастью или к сожалению, лицо и тело всего одно. Поэтому есть как есть. Но я стараюсь. И Ларош Пазе совместно со SkinCeuticals прислали мне вот такую занимательную шкатулку. И в отделении каждой из них находится какое-то средство. Я так одним глазом глянула и вижу, что здесь есть вот такая миниатюра и гиалуроновой сыворотки. Для меня это отличное средство именно на холодное время года, которое дает и увлажнение, и также защиту. И если сухая кожа, то на это средство гораздо лучше наносится тональное средство, и оно как бы сливается с ним. Я так понимаю, что это дорожные форматы. Я еще в прошлом году покупала вот такую небольшую миниатюру SPF 50 из линейки Angelios. У нас ее называют Antelios. Очень-очень легкий флюид, который хорошо впитывается, не оставляет белых разводов. Я в этом году использовала целую упаковку такую. Здесь микс разных фильтров, и с ним я также не обгорала. Здесь вот такая защита от солнца SPF 50 от SkinCeuticals. Дальше Hydrofaz. О, это один из моих любимых кремов на холодное время года для нормальной и комбинированной чувствительной кожи. Только у меня была версия Intense не легкая, а обычная. И вот, когда я ездила раньше в поездки, я постоянно возила с собой Hydrofaz, потому что только он способен был защитить меня. А это, а это, это у нас какая-то лайтовая версия и в такой же упаковке. С помпой очень удобно использовать, также легенький. Дальше солнцезащитное средство в виде стика. Эта посылка давно ко мне приехала, просто я никак не могла снять это видео. Тоже Ангелиос и SPF 50. Я когда-то видела подобного рода стики в корейских брендах. Под воздействием тепла кожи он начинает таять, и он абсолютно нежирный. Кстати, может зря я обходила стороной такие средства? Это вообще незаметно, как просто что-то такое чуть-чуть углажняющее. Протестирую эту штуку, потому что я себе это по-другому представляла, в худшем, так сказать, свете. А вот то, чем я успела попользоваться, это бальзам для тела из линейки Lipicar. К сожалению, курьер издевался над моей посылкой. Ну, я шучу, наверное, просто где-то упало, что-то немножечко отбилось вот эта помпа, но она хорошо работает. Это липидовосполняющая новинка, которая работает на восстановление микробиома кожи, и также предназначена тем, у кого сухая кожа, чувствительная, раздраженная, у кого иногда что-то зудит. Но на самом деле я иногда наношу просто даже тогда, когда кожа в нормальном состоянии, потому что это очень классный бальзам, он ничем не пахнет, он очень хорошо и на долгое время увлажняет кожу, и мне нравится его текстура. У меня, знаете, под настроение иногда хочется, чтобы все пахло, иногда хочется чего-то максимально нейтрального, или я там наскрабировалась каким-то ароматным скрабом, и бальзам уже хочется просто вот, знаете, такой кремообразный. Очень-очень крутая вещь, пахнет просто какой-то косметикой, но не чем-то конкретным. Я вчера нанесла на все тело, и сегодня в течение дня я даже ощущаю, что вот не пленка на коже, но она не шелушится, она не зудит, она просто вот такая как бы напитанная влагой, и мне это очень сильно нравится. Поэтому, если у вас проблемная кожа, если вы хотите что-то для детей, для младенцев, то имейте в виду, что вот эту линейку также можно использовать. И завершает этот праздник души и тела марка Pixi. Они, конечно, завалили меня уходом и разными своими новинками, но это просто нереально. Я вам серьезно говорю. Значит, во-первых, они прислали мне всю свою ретиноловую линейку. Это то, что я потихонечку стану внедрять в свой уход, но чуть позже, потому что у нас еще, можно сказать, бабье лето, у нас даже сегодня 26 градусов тепла, поэтому куда-то мазаться ретинолом довольно активное солнце. В принципе, тоник с ретинолом можно использовать уже сейчас, но мне хочется чего-то более такого активного, наверное. И я кислоты, небольшие кислоты совмещаю с таким легким ретинолом, и тогда это максимально эффективно, во всяком случае, на мне. Помимо этого, у них также вышла увлажняющая линейка на основе пробиотиков и кокосового молока. Пробиотики это, опять же, тот компонент, который в определенных периодах состояния моей кожи меня очень сильно выручает. И у них есть вот такой молочный тоник интересный, но с тониками у меня сейчас какой-то перебор пошел, я просто не могу попробовать даже все то, что я накупила. Поэтому я думаю, что в течение года я потихоньку начну рассказывать, что мне нравится, что нет. И даже это не все. Сейчас у них вышла вот такая коллекция интересного оформления и салатового цвета. Все как-то более нюд, там беш, что-то розовое такое, а у них, тадам, зеленое. У них, кстати, очень неплохие тени. У меня есть другая палетка, еще где-то я заказывала специально для вас. Сейчас ее отыщу. В общем, палеточки у них вышли в интересных цветовых вариантах. Одна розоватая, вторая более огненно-рыжая. И все оттенки здесь или сияющие, или сатиновые. Я не вижу, чтобы здесь были матовые текстуры. Я обязательно какую-то добавлю в подарок. И также появились у них румяна и хайлайтеры. Хайлайтеры у них супер приятные. У меня как-то были. Они прям, знаете, такие влажноватые, очень красиво вполировываются в кожу. Вот на первый взгляд они чем-то похожи. Сейчас, к сожалению, из-за их текстуры все отсвечивается, потому что это сатин. То есть здесь нет ничего прям матового. И одна из них с розоватым таким хайлайтером, а вторая с более золотистым. И одна из них более теплая, а вторая более холодная. Кстати, бронзер здесь красивый. Я специально хотела показать вам все в таком первозданном виде. И завтра планирую попробовать одну из них. Бронзеры, кстати, такие гораздо лучше растушевываются и более, естественно, смотрятся на коже. А на этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам было интересно. Возможно, вы даже узнали что-то новое. Вы отвлеклись, развлеклись. Возможно, убрались в моей компании. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень-очень приятно. А сейчас на экране вы, скорее всего, видите то, что можно выиграть в конкурсе. Я всегда стараюсь выбирать от души подарки. Не упускайте шанс испытать фортуну. Ну, а теперь пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.